Воспитание девочек Дать им информацию Может быть даже будет недостаточно У меня предложение такое Возвратиться в каждый из моментов Когда вы их родили Или даже в момент зачатия Вплоть до этого И просто изъять С того момента Вплоть до момента здесь и сейчас Просто изъять все ваши воздействия Наверное так будет правильнее Чем просто дать информацию Пока они еще в вашей энергосфере Я согласна Потому что некоторые вещи Я чувствую что не должно было быть Например у старшей Может быть программа Даже заложена от меня Быть мужчиной Вот это вот еще Я помню прекрасно Потому что дедушка ждал внука И У меня тоже в голове Не радостный просто ребенок А вот чтобы был внук Поэтому да Возможно лучше перепрожить Да Хорошо Тогда наверное мы с этого и начнем А уже дальше будем идти Вглубь Вглубь Да она показывает мне Что она перепроживает Беременность Евгении Да вынашивает ее Рождает естественно и легко Прикладывает груди Окутывает материнской любовью Да и последовательно Изымает Перепроживает И одновременно изымает Просто я вижу две параллельно линии Перепроживает свою жизнь Последственно вплоть до момента Здесь и сейчас Изымает свои воздействия И последствия этих воздействий Из ее энергосферы Да Цепляет привязку Эмоциональную Так и звучит диктат Так и вот Говорит Я извлекаю Да Она говорит Что она исправляет Свои ошибки Говорит Потому что На формирование девочки Наложили свой отпечаток Мои ожидания В ее адрес Она вынуждена была им соответствовать Хотела она этого Или не хотела На уровне подсознания Закладывались программы необходимости Соответствовать ожиданиям мамы Да Она сделала эту работу И Лидия Также Показывает Вынашивает беременность Да Естественно И легко Рождает ее Прикладывает к груди Окутывает материнской любовью И опять Показывает Она мне две линии Одна То что было Как она была Временной отрезок До момента Здесь и сейчас И тот Который она выстраивает Параллельный Да Она извлекает Все воздействия И все последствия Этих воздействий На всех уровнях Да По всем проекциям Но она согласовывает Это Согласовывала Я смотрю С одной дочери С другой Она согласовывает Свои действия Потому что Им для прохождения Их уроков Их опыта То есть Их контрактами Было предусмотрено Предусмотрено Именно В такой семье Родиться И именно Через эти воздействия Пройти Да Она говорит Что изымает Свою ответственность Она забирает Свою кармическую Ответственность И на эти воздействия Все последствия Сжигает В своей энергосфере Елена А девочкам Дает информацию Ведру их сознания А буквально На каждом этапе Она дает им Информацию Ведру сознания О том Что они Божественные души Что они Свободны И вольны Проявлять себя В соответствии С тем Какова их Естественность Какова их Божественная суть Она говорит Я им помогаю Но не мешаю То есть Она свои взаимодействия С ними Балансирует Таким образом Гармонизирует Таким образом Чтобы это Было Максимально Комфортно Для всех сторон И Наилучшим образом Способствовало Более Гладкому Более Мягкому Прохождение Ее Дочерьми Уроков Этого Воплощения Пока Они в твоей Энергосфере Обрати Внимание Есть ли Интерференты Есть ли Контракты Можешь ли Ты Каким-то Образом Содействовать Их Освобождение От Чрезмерного Давления Интерферентов Да Говорит Магу Хорошо В таком случае Просканируй Согласуй С их Душами С их Подсознанием Она Говорит Я Материнской Волей Пока Девочки Еще Не Осознанно Разрушаю Все Околы Все Имплантирование Которое Есть В Энергосферах В Энергосферах Да Она Изымает Евгению Освободила Лидию Освободила Пока Они Еще Находились В Энергосфере Да Она Цепляет Привязки К Дочерям Говорит Что Любит Это Безусловно И для Этого Совсем Не Обязательно Привязываться К друг Другу И Чувствовать Себя Обязанными Ничто Не В Праве Диктовать Нам Свои Ничто Привязывая Я обращаю внимание на руки, она мне показывает, вот руки чистые, сканирую. Привязок нет и даже этих перчаток нет магических, то есть она сделала это своевременно. В данном моменте это было бы уже невозможно, девочки подросли, а в том моменте это было оказывается возможно. Он улыбается, говорит, да, возможно. Хорошо. Да, исправила. Благодарю, отстраняюсь от этой ситуации. Покажи мне, пожалуйста, давай сделаем очень важное такое. Давай призовем основную проекцию Лидии, твоей свекрови. Да, да, она здесь. Я просканирую. Да, это Лидия Георгиевна. Я вижу, что сейчас Елена отцепляет эмоциональную привязку к ней и дает ей информацию в ядро ее сознания. Сейчас я опять же уточню, она свободна ее, душа? Нет. Заблокирована. Вот она сама объясняет, что она уходила вопреки своей воле, она уходила в боли и страхе. Она была не согласна. Протест, внутренний протест. И она в этом состоянии внутреннего протеста и пребывает все это время. Да, я также даю информацию в ядро ее сознания о том, что высшее из воплощения душа может быть свободной. И никто и ничто не вправе ее блокировать, задерживать, останавливать, диктовать ей что-либо. Она свободна. Может сама переместиться в любое пространство, которое для себя изберет, переместиться в него буквально в мгновение ока, одним движением мысли и закрыть за собой портал. Да, она услышала меня. Я телепатически сейчас просто с ней общаюсь, даю ей информацию о том, что она может обратить свой взор, все свое внимание в свою суть. Кем являешься ты, Лидия? Даже за пределами твоего имени. Слышишь ли ты меня, Лидия? Телепатически мы с ней общаемся. Слышать она меня не слышит. Такая мощная блокировка. Да, она все, я еще раз повторила, каким образом она вошла в ядро своего сознания. Прокачайте вибрации, рассветись и вспыхни. Сбрось с себя все блокировки. Вот, все, я вижу. Да, вот теперь она свободна. И я вижу крылья. Только надо собрать все это, все, что тебя блокировало. И да, внизу твоей энергосферы есть портал. Планетарный портал, утилизатор. Да, сделала и закрыла портал. Утилизировала все блокировки. Сейчас ты слышишь меня, Лидия? Да, говорит, сейчас хорошо слышу. Она благодарит. Она благодарит сейчас Елену. Просит прощения. Они обе просят прощения друг у друга. А Лидия говорит, что воспринимала ее как соперницу. И не хотела делиться с ней тем, чем обладала. Иметь, владеть. Это большая ошибка, говорит. Она говорит, что она готова исправить все, что следует исправить. Ну, хорошо, Лидия. Ты будешь все исправлять? Или она готова вместе с ней? Да, готова. И с самого первого момента вашего знакомства до самого последнего момента пребывания в этой мерности. До момента здесь сейчас, Елена повторяет. Хорошо. Вы можете последовательно перепрожить все фрагменты, все эпизоды. Где ваши интересы сталкивались. Вот, я вижу. И в итоге они расслаивают эту фотографию. И фотографию Лидии Георгиевны вставляют в отдельную рамочку. Да, все. Лидия благодарит Елену. Я проверяю, действительно ли она свободна. Елена благодарит Лидию за все уроки. Лидия благодарит за тот опыт, который она получила от взаимодействия с ней. Она благодарит ее за прекрасного сына, которого она вырастила. Несмотря на то, что он сделал, делал впоследствии. Это не имеет никакого отношения к самой Лидии. Она благодарит за прекрасных внучек, которые являются частично продолжением самой Лидии. И говорит, говорит, что она показывает на глаза одной дочери. Говорит, вот как сходство какое-то. Она наблюдает, отмечает. Обнимает ее, провожает за пределы энергосферы и закрывает за ней портал. Хорошо, я отстраняюсь от этой ситуации. И переходим к более детальному изучению послойно. Давай посмотрим энергетический столб твой. Я вижу, даже восьмая чакра над коронной светится уже точка. Жемчужина такая, светящаяся сфера. Это где-то в сантиметрах двадцати над родничком. Да, уже чакра формируется. Это разворачивание ДНК идет, восстановление все более тонких. И, соответственно, энергетический столб будет выстраиваться вверх за пределы физического тела. И, тем не менее, это будет единый организм, в который вписано и физическое тело тоже. Потому что физическое тело может служить прекрасным инструментом для того, для того, чтобы... Да, его нельзя. Его просто показывать так нельзя. Его исключить никак нельзя. Это многомерное присутствие. Я предлагаю тебе проверить сейчас, разделены ли твои чакры заглушками такими. Вот вставки есть? Да, есть вставки. Вытаскивай все эти вставки. И между твоими проекциями все разграничения, все эти пленочки, сеточки. Все, что между ними было вставлено. Да, она также все это извлекает, просто выдергивает. И создай контейнер. Выбросила. Давай проверю, есть ли подселенцы. Нет. Капсулы подселенцев. Есть одна капсула. Ближе к сердечной чакре. Рептильная капсула. Да, она ее извлекает. Вместе с продуктами жизнедеятельности проверяет, закрыт ли портал. Портал закрыт. Капсулу в контейнер. Так, проверяем. Да, есть анабиозник. В эфирном теле есть недосознание, недосоздание. Так, расположен он в области пупка. И вот от левого яичника до печени. Вот так по диагонали немножко расположен. Небольшой, но есть. Вынимает его и исторгни из себя все продукты его жизнедеятельности из эфирной проекции. Да, достал. Он также тормозил движение, естественное движение энергии. И способствовал возникновению застоев и недомоганий. Вот сейчас идет информация, что наличие анабиозника в энергосфере человека в эфирной проекции способствует снижению перистальтики кишечника и замедлению процессов выработки ферментов для переваривания пищи. В общем, для отмена веществ это большая помеха. А кроме того, воздействие идет на лимфатическую систему. Когда есть такой подселение, идет торможение движения лимфы. То есть система выведения страдает. Да, и на почке тоже идет влияние. То есть выводящая система блокируется его присутствием и продуктами его жизнедеятельности. Понятно. Так, все удалила и исторгла последствия его пребывания. Заморосив контейнер, так, сразу же. Так, проверяю наличие некротических энергий. Нет, отсутствуют неупокоенные, то есть проекции ушедших, развоплощенных есть? Нет. Так, хорошо. Проверим еще вот что. Гибридизация наружная есть. Внутренняя? Нет. Да, снимаю всю эту гибридизацию. Это наличие внедренных чужеродных ДНК, несвойственных человеческой энергетике и препятствующих естественному протеканию процессов. Речь идет о фрагментах рептильных ансектоидных ДНК и интоксикации, соответственно, от присутствия этих чужеродных фрагментов. Часто на физике большая концентрация этих чужеродных фрагментов. Они привносятся как вирусным путем, так и в результате наличия в энергосфере человека сознания, несущих эту энергетику. Речь идет не о физике, не о физическом ДНК, а опять же об эфирном ДНК. Однако инсектоидная ДНК настолько агрессивна, настолько не соответствует человеческому по уровню вибраций, что вызывает в организме человека отторжение в виде аллергических реакций, в виде непереносимости каких-то продуктов питания, либо каких-то запахов, либо каких-то иных продуктов материального уже плана. И это все происходит спонтанно, неожиданно, когда перешагнули вот этот предел, предельная концентрация, когда достигнута инсектоидных ДНК, происходит вот этот срыв. Он может произойти в детстве, может во взрослом. Снижается иммунитет и происходит сбой. Из этого сбоя очень сложно выбраться медикаментозными средствами, можно только поддерживать организм. Но это, как говорят наши уважаемые недоврачи, это говорят уже посмертно. Ну, пожизненно. Посмертно. Да, она изымает все последствия этой гибридизации тоже в контейнер. Как будто вторую кожу с себя сняла. Так, паразитарное присутствие. Создай сканер и просканируй его на предмет наличия. Просканируй все свои тела, физическое, эфирное, все до единого. На присутствие паразитарных организмов, бактерии, грибки, гельминты. Ну и, естественно, вирусы. Хотя вирусы не являются организмами, тем не менее. Вот она создает самую тонкую сеточку. Хорошо. И проведи вот всю свою энергосферу. Извлеки это все добро. Заморозила. И в контейнер. Хорошо. Да, по всем органам и системам также вниманием своим пройди. Опорно-двигательный аппарат, начиная с косточек черепа. Матлант, позвоночник, крестец. Положение тазовых костей, нижние конечности. Так. Давай грудная клетка. Лопатки. Плечевой пояс. Верхние конечности. И давай вернемся, посмотрим лицевые косточки. Да, она наполняет энергией своей любви. Свой скелет. И это прекрасно. Нас в детстве учили бояться скелетов. Чего же бояться? Когда один из них постоянно в нас. Внутри. Даже совершенно очевидно и осязаемо. И требующий внимания и заботы и любви. Так, нервную систему. Давай обратим внимание на нервную систему. Но она восстановила, я смотрю, крайне сакральный ритм движения ликвара. Теперь занимается центральная нервная система. Головной мозг извлекает имплантирование генетическое. Может быть все-таки генетику восстановим? А то может к физике перешли. Восстановим, восстановим. Она занята? Она отмахивается буквально от меня. Да восстановим, восстановим. И продолжает работать. Так. Блокировка третьего глаза выстраивает сейчас все потоки. Как калибровка многомерного органа восприятия и органа воздействия. Да, сделала. Олимбическая система. Да, спинная мозг, периферическая нервная система. Да, сделала. Эндокринную систему проверь. Проработала. Я смотрю просто поочередно, она по всем железам. Печень прошла вот с точки зрения эндокринной системы. Так. Хорошо. Сердечно-сосудистая система. Да, поработала. И прожги кровь, и все межклеточные жидкости. Еще раз поработаем. Паразитарный фон. Надо выжечь все последствия. Все негативные трансформации клеток. Наполни энергией жизни, энергией любви, все свое тело, каждую клеточку. Позволим жить. Позволим быть молодыми. Запусти программу омоложения, восстановления, регенерации. Программу жизни. Да, она это делает. Хорошо. Давай посмотрим органы зрения. Сейчас зону мозга поправляет. Снимает энергию такую серую. И выстраивает сейчас зрение. Потому что, сейчас посмотрю сами. Глазные яблоки есть в оптике какое-то искажение. Да, небольшое есть. Она сейчас выравнивает это. Но в основном она снимала энергетику. Это зона восприятия головного мозга. Восприятие зрительных образов. Там была блокировка основная. Органы слуха. Среднее ухо. Да, все прочищает. Вестибулярный аппарат. Да, делает. Хорошо. Органы дыхания. Органы пищеварения. Да, еще раз печень. Давай желчный пузырь. Само желчь. Прожгла светом. Также запускает регенерацию клеточек печени. И он светится прям. Наполнила ее энергией. Выравнивает. Приводит в соответствии с эталоном. Хорошо. Поджелудочная железа. Да, закончила. Вот раз мы железы. Давай-ка на щитовидную твою посмотрим. Какая-то голубоватая энергия тянется. И тянется так интересно. Правая. Опять в правую сторону. Да что ж такое. Прямо голубоватая такая энергия тянется. Как будто подсасывает. Вот ее она такая. Да, она извлекает ее все и наполняет. Прожигает. Тимус. Вот. Может с этого и надо было начинать? Улыбается. Говорит, никогда не поздно. Говорит, время несущественно. Решительная такая. Хорошо. Да, она прокачала по всем мире Дианам. Энергетику. Да, я сделала надпочечники. Давай посмотрим. Восстанавливает. Наполняет энергией. Так. Яичники. Да, так же выравнивает, регулирует. Да, выработка гормонов. Ну да, женских. Как без них-то. Тела же так устроили, что родил детей и угасает. Не будем мы угасать. Мы против. Угасание. Никаких лимитов. Никаких сроков. Никаких ожиданий. Мы отменяем ожидания старости. Мы ее не ждем. Да, так. Теперь давай посмотрим в репродуктивную систему. Да. Вычищает и наполняет органовыделения почки. Мочиточники. Да. Мочевой пузырь. И уретра. Да. Вычищает. Так. Лимфатическая система. Все показывает, сияет. Хорошо. Связки, мышечная ткань. Давай суставчики. Все на коленочку. Давай посмотрим. Направо. Так. Она извлекает. Она извлекает густую такую энергию. Она какая-то интересная, скрипучая. Как будто в ней внутри есть твердые включения. Как будто там кристаллики. Похоже на кофейную гущу, я бы сказала. Вот такое. Она изымает это все. Омывает своей энергией. Восстанавливает. Регулирует. А это все в контейнер. Сделала. Да. Закончила. Да. Суставчики все. Давай посмотрим. Да. Поработала. Мышечная ткань. То есть связки. Да. Мышечная ткань. Фасциальная ткань. Гладкая мускулатура. Все это разблаживает. Мышцы восстанавливает. Подкожный слой. Сканирует. Прожигает. И сама кожа. Да. Сделала. Хорошо. А теперь давай все-таки сделаем. Доставай. Эталон своего ДНК. Просканируй. Еще раз. Своё тело. Свой геном. Скажем так. Сегодняшний. Весь многомерный. Сравни. И. Приведя в соответствии с эталоном. Все свои проекции. Включая физическую. Я возвращусь. Когда вся эта работа тобой будет полностью завершена. Один. Два. Три. Да. Я вижу. Эфирная проекция стала. Она с одной стороны прозрачная. С другой стороны сияющая. Но я просто в разных вибрационных диапазонах сканирую. Поэтому вижу так и так. Да. То есть нет затемнений. Нет затруднений. И покажи мне. Всю энергосферу. Я отлетаю в сторону. Просто её проекция стала. Большой. Свободной. Объемной. Да. Имеет форму Тора. Да. Она запустила Тор. И основная проекция свободная. Светлая. Крылатая. Замечательно. Хорошо. Вот она сметает с рабочего со стола в контейнер остаток всего этого имплантирования и блокирования. Она светом себя, собственным светом омывает себя от сердечной чакры, вот так по всей энергосфере. Да, и всё чужеродное выбрасывает, всё чужеродную генетику, всё это выбрасывает в контейнер. И контейнер в нижний портал. Закрыла портал. Хорошо. Я хочу спросить тебя, Елена, какова программа, основная программа, с которой ты пришла в это воплощение? Игрушка. Она мне опять повторяет. Марионетка. Да. Вытирай эту программу. Она тебе больше не понадобится. Вот она стирает её полностью. Какая эталонная программа твоей души? Движение света. Поступательное движение света. Развитие. Хорошо. Восстанови талонную программу своей души, пропиши её в своих пальцах. Да, она это делает. Хорошо. Следующий вопрос. Каков баланс в настоящее время твоего восприятия? Я тело, я энергия. 61% я тело. 39% я энергия. Довольно хороший показатель, Елена. Она говорит, мне не сравнивай. Так, понятно, не буду. Но я это сравниваю с эталоном. Говорит, нет, ты сравниваешь с другими, кто был в сеансах. Разве можно что-то вот утаить при телепатическом контакте? Вот где настанет крах всем лугунам. Да, она права. Я сравнила и с эталоном, и с тем, что встречают в сеансах. Так. Ты можешь выровнять в соответствии с тем, как это должно быть. Как это должно быть? Она говорит, 50 на 50. Да, она устанавливает другой баланс восприятия и реагирования на те или иные ситуации. Если какие-то вызовы из внешнего пространства приходят на уровне энергетическом, то есть на уровне мысли, на уровне чувства, состояния, либо эмоций, это энергетический уровень, то и реакция на него должна быть на энергетическом уровне. И реагировать человек может, то есть максимально благоприятно человек отреагирует, осознавая себя энергией. Если вызовы какие-то происходят в сфере материального присутствия, то и ответная реакция, естественно, продиктованная собственной душой, но она должна быть именно здесь. Для примера. Хорошо, Елена, приводи пример. Например. Если происходит вербализация чего-то неприятного, кто-то говорит нечто оскорбительное и грубое, то недостаточно сесть вечером помедитировать и простить его. Удар нанесен в иной мерности, и поэтому просто простить его этого будет крайне недостаточно. Да, безусловно, простить, либо не принимать эту обиду. Она говорит, что лучше вовсе не принимать эту обиду на ментальном, эмоциональном уровне. Отторгнуть неприятие этой программы, дистанция от этого. Это не есть моё. Первая блокировка на ментальном уровне, я этого не принимаю. Но вербализация того, что... То есть ответная реакция должна быть в той мерности, в которой произведено нападение. Если это удар, то это должен быть ответное действие, скажем так. Удар имеет в виду энергетический удар, но на физике проявленный. Но он должен быть адекватным и согласованным с тем, как велит душа в данном случае. То есть то, что на физике происходит при взаимодействии с другими людьми, окружающими нас, оно не должно цеплять энергетические уровни. Да, там другие уровни взаимодействия. И с этим же самым человеком на других уровнях мы можем любить друг друга и быть дорогими друг другу. То есть это не должно, как вам показывают, между мерностями не должно быть вот этих скачков. Вот вся эта путаница происходит в астральном плане именно потому, что мы ошибочно реагируем, когда чувствуем себя телом, чувствуем себя обиженным, принимаем удары на физику. Те, которые должны быть отражены на ментале, например. Я надеюсь, что я правильно объяснила, потому что всю вот эту картину взаимодействия описать мне сейчас о них хватит. Будем надеяться, что я все объяснила. Так, да, понятно. Еще один вопрос. Я сканирую. Включен ли детектор распознавания добра и зла, истинной лжи? Нет, выключен. Обнаружь его, он генетически предусмотрен. Да, обнаружила и включила. Да, просканируюсь. Да, и поле сеанса заодно. А то ты с выключенным тут пребывала все это время. Все в порядке? Да, говорит, все в порядке. Хорошо. Ладно. Сделали еще один вопрос. Нужно ли тебе примириться со своим подсознанием? Да, нужно. Я предлагаю тебе, Елена, сейчас искренне и от всего сердца попросить у себя прощения. Да, и так же искренне и от всего сердца простить себя. Она очень многое успевает продумать за этот период, пока я не получаю сигнал, что это сделано. Очень многое успевает продумать. Просто так потоком мыслей идут. Но они меня не касаются, я их не считываю. То есть она мне их не транслирует, это внутренняя работа. Я просто так, она скользко мимо меня идет. Скажи себе, что ты себя очень-очень любишь. Это очень трудно ей почему-то. Какая блокировка мешает? Ей же уже нет. Она показывает мне вот эту льдышку, которую вынимала из сердечного пространства. Наполни. Да, вот ты изъяла. Наполни светом своей любви. Она говорит, что я восполнила мою целостность. Да. А теперь скажи себе, что ты себя очень и очень любишь. Позволяешь себе быть не идеальной. Да, улыбается. И принимаешь себя целиком и полностью такой, какая ты есть. Да, говорит, я принимаю. Я задам вопрос. Скажи, для того, чтобы любить себя, нужны ли тебе подтверждения твоей... смеются надо мной? Нет, нет. Скажи, скажи. Рациональная часть слушает. Видимо, это важно. Да, говорит, это действительно важно. Все серьезно осталось. Скажи. Для того, чтобы любить себя, нужны ли тебе, какие бы то ни было, подтверждения извне того, что ты достойна этой божественной любви? Нет. Она говорит, я и есть сама любовь, воплощенная здесь и сейчас. Во всем, во всем, во всем, во всем своем многомерном присутствии. Как интересно, крыльями взмахнуло, так свободно. Буквально крыльями взмахнуло. Потрясающе. Она говорит, я готова одарить моей любовью весь мир, всех, кто готов ее принять. Я не испытываю нехватки. Я не испытываю дефицита. Я провожу к любви первоисточника в этот мир. А в моем мире я и есть первоисточник. Да, она сказала. Хорошо. Я спрошу еще вот о чем. Покажи-ка мне свое родовое древо. Готово? Да. Потому что, когда с детства больна печень, здесь может быть что-то не так. И вообще, надо бы глянуть. Да, она показывает. Но я вижу крепкое дерево. Вверху, в кроне, есть сухие веточки. Но они как-то далеко вот с той стороны. Сейчас я посмотрю, что это. Она говорит, что это очень отдаленные ветви рода. И это говорит, не в моей власти исправить. Но я негативных программ никаких не вижу, потому что здесь все в порядке. Только вот мелкие ветки, некоторые сухие, как будто обугленные. То есть, есть семьи, которые да, но она она сейчас энергию благодарности и любви направляет в корень родового древа. И дает информацию об освобождении своей души. И о том, что все души находясь в воплощении либо выйдя из него свободные, никто не вправе их удерживать, блокировать, вводить в иллюзии, запугивать, обременять, чем бы ты ни была. Они свободны. Да, на информацию я подала, и мы отстраняемся от этой ситуации. Предлагаю тебе сейчас показать мне... покажи мне свой финансовый поток. Да, он весьма полноводен, но я его все равно вижу, как реку, текущую в горизонтальной плоскости. Истинно ли это так? Просканируй свои возможности и свою суть. Отыщите вибрации в своей естественной энергетике, которые соответствуют энергии изобилия Вселенной. Жизнь изобильна и плодородна. Любовь изобильна и плодородна. И если мы осознаем себя творческой энергией, энергии творения, всей жизни, во всей этой Вселенной, то мы не можем испытывать недостатка в чем бы то ни было. Мы позволить себе, мы можем позволить себе достаток в каждом мгновении бытия. Для нашего дальнейшего развития, для нашего комфортного пребывания в любой из мерностей, включая третью мерность на планете Земля. Да, она говорит, что развивая творческие процессы, запуская творческие процессы и поддерживая их энергии своего внимания во благо себе и во благо окружающим, мы тем самым материализуем те материальные ценности, которые будут способствовать в дальнейшем нашему следующему шагу, то есть в дальнейшему продвижению по этому пути, во благо себе и во благо другим. Если эта работа нам интересна, если эта деятельность доставляет нам удовольствие, если мы работаем над тем или иным вопросом со всем вдохновением и азартом, на которые способна наша проявленная суть. в этом случае. Вот она в этом случае показывает мне опять две чаши весов. То есть когда мы движемся в направлении творчества, во благо, адекватно Вселенная отвечает, это обратный уже идет поток, обратный поток, ну как противонаправленный поток, компенсирующий поток, это поток уже изобилия. Он прям монетками так раз, раз посыпались монетками. Монетками визуализация. Да. Да, благодарю за пояснение. То есть ты так осознаешь, что ты и есть сама энергия изобилия. Да, говорит, я и есть поток изобилия. Благодарю. Теперь я предлагаю тебе просканировать все пространство твоего пребывания, все, чего касается твоя рука, все, чего касается твой взор, все, чего касается твоя мысль. Каким бы громадным ты и назначила пространство своего пребывания, хоть вся Вселенная. Если ты осознаешь это как твой дом и пространство твоего пребывания, ты вправе привести его в соответствие со своим видением эталона пространства. Да, она это делает. Да, она изымает все чужеродное, сжигает его и наполняет энергией своей любви. С чем сравним масштаб? Ну так, оглядывается на меня, ты же сказала, Вселенная. Да, хорошо. Все правильно. Зачем мелочиться? Квартирку, машинку? Все сразу. Она говорит, легче будет дышать всем здесь живущим. Хорошо. Сейчас я предлагаю... Так, давай еще посмотрим, все ли мы проверили по всем ли. В России щелочки заглянули. Она говорит, что да. в таком случае я приглашаю тебя пригласить в поле сеанса еще раз всех ушедших. Да, она приглашает. И еще раз дает им информацию в ведро сознания об освобождении своей души. Говорит, теперь полномерно и о полном освобождении. Да, берут. Да, теперь она призывает дочерей. Также им дает информацию дает им информацию об освобождении души. Да, обе принимают, распаковывают. Но они пришли не одни, они пришли со своими семьями. Пара. Я ничего не знаю, есть ли у вас внуки. Но я вижу в энергосфере Евгения. Да. Так, а Лидия? Либо закрылась, не показывает, либо нет. Ну, это как бы не важно, ладно. Ну, на всяком случае она так, призакрыта от меня немножко. Как угодно. Мы не любознательные. Так. Информацию передала. Привязки отцеплены, отпустила. Отец Владимир также дает им информацию в ведро сознания. Но она ему много информации дает. Она говорит, отец, не бойся, я вижу, что твой аватар на грани. Но это не значит, что ты должен испытывать страх. Говорит, я в любом случае готова помогать тебе, если ты сам хочешь себе помочь. обнимает его. Да, отпускает. Да, зовет Георгия. Благодарит его за опыт, полученный в этом воплощении. Вне зависимости от того, позитивным он был или негативным. отцепляет привязку. Буквально так, как отцепила и отдала в руку. Говорит, я не нуждаюсь в том, чтобы быть на повадке. Я свободна. Говорит, я исторгаюсь своей памяти все, что причиняло мне боль и сжигаю на твоих глазах. Я благодарю тебя за прекрасных детей, за все то светлое, что было в нашей совместной жизни. и благодарю за то не светлое, что случилось позднее. Потому что все в этом мире способно нас обучать и делать сильнее. Вот она предлагает ему полный энергообмен. говорит, что прощает его. Говорит, я понимаю, что тобой двигали программы. Я понимаю, что в какой-то степени сама отталкивала тебя, либо не давала тебе свободы. Ты чувствовал себя зажатым в моих требованиях. Ты ренулся туда, где почувствовал себя свободным. Я отпускаю тебя. С любовью и благодарностью. Данная информация дала ведро сознания и проводила его закрыла портал. да, она хочет пригласить еще. Видимо, это друзья, коллеги. Она так обернулась на 360 градусов на одной ножке. Раз до всех. Да, Ну, и всем разместишь информацию. Но пока я вижу вот и мужчины, и женщины. И помоложе, и постарше. Многих позвала. Самая активная мне в глаза бросается женщина по имени Ольга. Кто такая Ольга? Ну, вот, ну, очень, очень она такая активная, активная. Если все так вошли в поле сеанса, она просто вот как живчик, она то там, то там. Да, она всем дает информацию ведро сознания об освобождении своей души. Она проинформировала их на энергетическом уровне о том, что она изменилась. Теперь на энергетическом уровне они также будут ее воспринимать несколько иначе, чем воспринимали прежде. А кроме того, у их непроявленной сути появляется дополнительный информационный, а значит энергетический потенциал способствует скорейшему пробуждению их целостности, их сознания. Да, она отцепляет привязки ко всем им, благодарит их за взаимодействие, за опыт, полученный в этом воплощении от общения с каждым из них. С каждым из них. Да, просит у них прощения и прощает, и также прощает себя. Полный энергообмен и профильтрованную энергию свою, своих воздействий и последствий своих воздействий. Да, профильтровала, строила в свою энергосферу, фильтр аннигилировала. Хорошо, и проводила их, закрыла средний портал, вижу. Так, проверяем дальше. Она говорит, что хочет оставить информацию в свободном доступе. Да, она оставляет информацию сроком на 48 часов в самокопирующуюся программу, которая может быть востребована и скопирована любым из живущих на земле светосознаний. Ему достаточно только задать вопрос, почему все так происходит, кто я во всем этом. И в виде озарения, в виде догадки придет информация, которую сейчас в эфирном пространстве в информационном поле планеты оставила Елена. Да, отстраняюсь от этой ситуации. Хочу задать вопрос, Елена, знаешь ли ты, кто является в настоящее время в этом воплощении, планировала ли ты себе встречу с родственной душой, да или нет? Не планировала? Не планировала, но запланируй сейчас, что тебе мешает. Мы же великие программисты, Угу. Да, она соглашается со мной. Итак, покажи мне, пожалуйста, как это делается. У нее сигнал идет от основной проекции немного выше. И ее более высокая, более тонкая, материальная, более тонкая энергетическая проекция уже на своем уровне сканирует, со своего уровня уже сканирует. и договоренность возникает где, на уровне монады или где? Да, говорит, на уровне монады. Понятно. Хорошо. Итак, два? Да. Она говорит, что запланировала себе два варианта, в зависимости от того, в зависимости от того, как быстро будет очищаться сфера сознания самой Елены, рациональной части, от интенсивности работы с самой собой. Она говорит, что основное условие для встречи с родственной душой, основным условием является обретение целостности внутри своей энергосферы, когда перестанет быть явленной потребность в родственной душе. Вот как только ожидание встречи с родственной душой иссякло, и есть ощущение целостности своей энергосферы в это время, и никак не раньше, на горизонте появляется родственная душа в такой же степени целостная и готовая к взаимно обогащающему общению, способствующему росту каждой из двух встретившихся родственных душ. Немного парадоксально для материального мира, но вполне естественно, это я уже в моей высшей проекции говорю, что вполне естественно, если вспомнить, как бывает, ждешь, ждешь, чего-то не приходит, только перестал ждать, и вот оно. Вот такая аналогия. Когда мы включаем ожидание, мы притягиваем ожидание. Когда мы выключаем ожидание совершенно, от Вселенной приходит аналог нашей собственной целостности. Елена подтверждает, да, это действительно так. Хорошо. Итак, есть два варианта мужчины, а по времени, как быстро это может произойти? Елена пожимает плечами, говорит, все зависит от рациональной части. Хочешь ли ты что-то сказать ей сейчас, в данное время? Да, говорит, хочу. Хорошо. Воспользуйся. Говорит, люби себя во всех своих проявлениях. Не будь строга к себе. Не оценивай себя. Безусловное принятие себя во всей многомерной целостности, именно оно дает тебе свободу восприятия других людей столь же божественно, прекрасными и многомерными. Раскрепостив себя, ты раскрепощаешь весь мир. Да, она все сказала. Я спрошу, все ли мы сделали для тебя, или она сегодня на этом сеансе? Да, говорит, все. Благодарит. Аккуратная такая, проверяет энергосферу, все ли утилизировано. Некоторые так выпрыхнули, все проверяет тщательно. Улыбается. Все, полетела, машет рукой. Да, я также проверяю сейчас все рабочее пространство. Проверяю мою энергосферу. Отстраняюсь от всех, от всего. Покидаю рабочее пространство. Какие ощущения, дорогая? Какие осознания? Просто солнце. Вы и есть солнце. Да, когда я объяснялась себе в любви, у меня прям такой светящийся серебристо-сиреневый цвет пошел поток огромный. Аметистовый такой, да? Вот, а когда дальше вот я передавала информацию, любовь, безусловную, у меня внутри, не знаю, у меня такого давно не было, вот я говорю, сплошное солнце, то есть не было вообще темных пятен. Я с закрытыми глазами сидела, вот свет солнечный, чистый такой, яркий, радостный такой свет был. Я очень хотела как раз вызывала Георгия, очень ему хотела передать, именно вот оторвать нить и чтобы он жил счастлив. Вот это желание было прям очень сильное. Так что прям я вам благодарна, очень в состоянии, еще долго буду это все переваривать. Вот, и очень согласна, конечно, когда вот это ожидание убрать, потому что когда Георгий ушел, развелись, у меня было желание сначала там тоже кого-то встретить, доказательства, что я не просто так, вот, потом постепенно это все ушло, возникло тоже вот и Лидия Георгиевна, Георгия, ну, всех я благодарила просто за то, что дали пинок и именно пошла работа души. Это вот была очень сильная стряска такая, что где-то я застоялась и произошло какие-то плохие энергии вот именно вперед развития. Вот это было самое главное, наверное, в этом событии. Поэтому вообще чувство благодарности всем большое, что я иду по пути, встречаюсь с людьми прекрасными вот и очень рада вообще жизни и матери тоже. Замечательно. Я сегодня так много интересного узнала благодаря вам. Вы хорошо так проговариваете все это, поясняете. как бы где-то вибрационно совпадают понятивные аппараты и мне очень легко считывать. Иногда бывает чуть сложнее, иногда бывает чуть легче. В вашем случае хорошее такое совпадение произошло и поэтому много информации пролилось. я это воспринимаю пакетом и дальше идет распаковывание. В вашем случае распаковывание шло вообще без сучка и задоринки. Замечательно. Ощущение даже с открытыми глазами ощущение, что материального нет. То есть сплошной какой-то яркий сгусток энергии, очень хорошей, доброй, любви. прекрасное состояние. Я не ожидала, я, видно, очень действительно ломалась, боялась чего-то такое. Да, настолько сильно, что вначале у вас даже фук не стал работать, не захотел. Это от страха, да, я удивилась, потому что буквально вчера-позавчера мы с девочкой английским занимались и все нормально было. И тут для меня это тоже было неожиданностью. Я опять была все мы преодолеем, нам достаточно только определиться, чего хотим. Энергия очень хорошая и прям хорошо в состоянии. Буду теперь дальше двигаться. Вот про финансы я тоже вы проговорили, у меня прям видение и плюс тот, что у меня вот про финансы, когда начали про поток говорить, я поняла, что мы очистили пятую чакру, тут вот блокировка сильная была и для творчества, и для финансового. И почему-то, знаете, вторая чакра, у меня такое ощущение, что там прям какой-то вот мешочек такой золотой, тяжеловесный, кругленькая, чистенькая, кругленькая какой-то прям вот и там вот почувствовала, что вот эти две точки настолько чистые, что энергия вот... Ну, это созвучные чакры, они-то одна от друга очень сильно зависят. Вот, я очень довольна, очень прям рада. Ну, что, опубликуем сеанс, как вы примете решение, как вы считаете? Да, я всегда за, потому что очень помогает, Жанет, я слушала много вот и помогает осмысливание, ну, ну, очень много нового я взяла из этих сеансов. Я считаю, что другим людям надо это дать знание. Спасибо большое. Прикрывать вас картиночкой, как я обычно делаю, прикрыть картинкой. Хорошо. Хорошо, так и сделаем. Я благодарю вас за взаимодействие. за науку, за сотрудничество. Действительно, людей нужно просвещать. Ведь настолько Вселенная устроена гармонично и просто. А мы здесь запутались. Точно. Знаете, в трех соснах мечемся, натыкаемся друг на друга и делаем друг другу больно. Пора пробуждаться. Согласна с этим, надо действительно только безусловная любовь. Всё. Больше ничего. Да. Больше ничего совершенно. Я вот сейчас... Самое созидательное. Я не знаю, я вот уже и у нас на работе, и с подругами. У них другая точка зрения. Вот я смотрю сейчас тоже. Ну и вот с ними общаюсь совершенно. я реакцию не даю просто. И всё. Конечно. Но они рассказывают у меня по-другому. Ну и ради Бога. Если начинаешь спорить, это вот возникает вот эта вот плохая очень энергия, которая никому хорошо не делает. Промолчала, подарила любовь. Конечно. Это ваше мнение. Я его очень уважаю. Я люблю вас даже с таким мнением. Всё тут. Да. А потом, когда дальше, что-то у них укладывается и уже немножко по-другому видение. Я говорю, всё в порядке. Главное, ну не знаю, не обижать человека, не делать ему на данном этапе больно, потому что у него другая точка зрения. выслушал и всё, и хорошо. А поскольку вы его, безусловно, любите, то он же находится в этом спектре вибраций. Он находится в нём какое-то время. И они естественным образом его греют. Мало того, они пробуждают к жизни его способность излучать эти вибрации. Они как будто плёночки растворяют в его энергосфере, его же собственные блокировочки. То есть он не может не отозваться, на любовь. Как можно не отозваться на любовь? Ведь она же как магнит. Естественно, пробуждается внутренняя суть как отклик. Ну, это ещё буду дальше не практиковать, а в себя впитывать, дарить, то есть учиться ещё этому. Потому что иногда возникают так по жизни ещё разные вещи. Посмотрите, у вас после сеанса пойдут трансформационные процессы. Вы запустили сегодня много энергетических процессов. Я это называю операцией на всё тело. Одновременно сразу энергетическая операция на всё тело. Но в каждой вашей клеточке, в ядре каждой клеточке, в хромосомах ваших, внутри, там глубоко, в ДНК есть те записи, которые вы сегодня затеяли переписать. Так вот, всё чужеродное будет оттуда выходить. Выходить будет послойно, постепенно, и вы будете наблюдать в эмоциональном своём теле, либо даже на нижнем ментале, отмечать про себя какая-то давняя привычка раз, или какое-то давнее состояние раз, и вдруг подумали о том, о чём не думали уже сто лет, а оно раз и всплыло. Осознали, вы пребываете в этом моменте, осознали, отловили, на что похоже, откуда взялось, всплыло, всплыло, для чего? Вот оно всплыло, и оно явлено пред ваши божественные очи. Оно вылезло на свет Божий, ну и прекрасно. Берёте его за хвостик и сжигаете. Я сжигаю. И так вот со всем, что всплывает. Самый такой критический вот период, как любая привычка, знаете, когда люди пытаются бросить там, что-то делать, знаете, отказаться от чего-то. 21 день, как ни странно, 3 недели, вот такой вот срок. Это самый такой вот критический. А потом всё легче, 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 легче. И вы просто набираете скорость и расширяете пространство пребывания. Всё, работаем. Я ещё уже не сказала, что я не могу после сеанса, вот последней части, я даже облокачиваться на стол не могу. У меня такое ощущение, что там вот крылья большие. И я не могу облокачиваться, у меня такое ощущение, что там что-то есть. Ну, значит, есть, но взмахните им. Когда вы ходите на прогулку, машите крыльями, кстати, поэкспериментируйте вы мысленно, машите крыльями, которых как бы нету. Но вы делаете эти взмахи при каждом шаге и вы почувствуете реально, а я программировать не буду, что вы почувствуете при этом, определитесь сами. Потому что, потому что я когда попробовала первый раз, я была удивлена. Вот. Я думаю, что вас тоже ждёт небольшой сюрприз. Крылья, которых как бы нет.